Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Я купила ёлку. Пихту. Купила пихту Нормана. Но небольшую, полтора метра, нет, метр сорок, по-моему. Небольшая ёлочка, пихта. Я думаю, что Маруська будет очень рада, что я купила ёлку. Так что будем создать это весёлый контент. Как кошка у меня валит ёлку. Честно говоря, думаю, нафиг я попёрлась вообще в этот глобус, блин. Я могла бы всё купить бы в нашем перекрёстке. Но единственное, что я купила, это для холодца. Короче, хочу сделать холодец. Не знаю. Говорю, а так я, вон, Маруська проверяет, что я купила. Две сумки там, немного. Говорю, больше нафиг не поеду. Больше, говорю, тут народ. Меня раздражает много, когда народ, вот эта толпа. Ой, не могу я. Я говорю, лучше съездила бы в наш перекрёсток и всё бы купила. Больше не поеду. В эти гипермаркеты. Вообще стараюсь в гипермаркеты в последнее время не ездить. Потому что, во-первых, денег там оставишь, блин. Чё надо и чё не надо, накупишь. Всего семечек вон зато купила. Видите, каких? У нас таких нет, тут семечек. Так, теперь я поехала за Настей. У неё сегодня ёлка была. Ну, типа ёлка, не ёлка. В колледже там концерт какой-то, что ли. Вот. Так что еду. Сейчас пробки будут толкаться. Чё ещё хочу сказать? Хочу сказать, что я в восторге от машины. Вот от этой. От своей. Машина Хавел у меня. Вот езжу я полгода. Вообще просто огонь. Я так рада. Это вообще просто что-то невероятное. Машина как игрушечная. Вот есть прям вот игрушка. Очень удобная машина. Ничего вообще. Вот особенно у кого, наверное, вот первая будет такая машина для новичков. Это вообще просто огонь. Я-то просто... Сегодня у нас 28 декабря. Мы с Маруськой решили перекрасить коридор. Тут у меня коридор, вагонка. Я купила краску для вагонки. Сейчас покрашу. Ну, я это всё чуть-чуть прошкурила. Чуть-чуть, как могла. Вот краска на два раза. Она такая, знаете, просто не передаёт. Лососевый такой цвет. Классный. Вот. Сейчас покрасим. Будет получше, посветлее на два раза. Потому что уже всё, вообще надоело это всё. Вот. Мне не сидится. Так. Всё. Со стен я тут нафиг все розетки. Всё убираю. Были сборники. Сейчас все в ванну. Тут я уже покрасила часть. Это на один раз пока покрасила. А этот вот, где дверь, это я взяла белую полтолочную краску. Добавила туда колор. Вот такой вот получился цвет. Тут буду светлым, наверное, каким-то. Тут вот эту сторону розовым. Эту сторону розовым. А этот светлым покрашу. Сейчас всё это уберу, потому что я уже не могу. Мне всё, говорю, муж обещает, обещает. Вот, 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 вот. Мы всё переделаем. Дом разломаем. Новый построим. Но это у меня такое уже ощущение, что я, говорю, скоро на пенсию пойду. И всё вот это вот с молодости у нас. Живём-то мы давно с ним как бы. Вот. 22 года уже живём. И всё. Он мне говорит, вот, 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 вот. Видите, чё? Ещё Каля-Маля-то. Это ещё Настя у меня маленькая была, Каля-Маля. А Насте мне 20 лет уже. И тут мы вообще коридор вот этот вообще никогда не делали. Как был, так и был. Ну, потому что всегда щенки. Тут вот комната, сюда щенков. Тут всегда щенки. Он говорит, зачем тут ремонт? Мы сейчас сделаем ремонт. Просто деньги выкинем всё это. Ну, короче, я думаю, всё равно его нету. Я одна живу. Он редко бывает. Думаю, сейчас я сама тут вот. Тут же я сделала. Тут какие-то обои вон поклеила. Маруська, правда, у меня всё тут отодрала уже. Ну, ладно. Тут тоже покрашу. Говорю, что делать-то, что-то надо. А то это мне скучно. Я не могу просто так вот сидеть. Вот телевизор смотреть или что-то. Я не могу. Сейчас я всё говорю. Тут полки новые заказала для кубков. Ну, вот розеток я собрала полную сумку. Я не буду их вешать. Это такие пылесборники. Столько от них пыли. Сделаю эти самые полки другие такие красивые заказала. Ну, тоже белые. Тут ещё как-то это, такими они как-то кубиками сюда повешу. Ну, короче, посмотрю сейчас к Новому году. Завтра у меня ещё целый день 29, ещё 30. А что, за два дня сейчас я всё сделаю. Мясо привезли опять мне. Полную эту машину. 125 килограмм я взяла. У меня там ещё осталось. Килограмм 50. В этот раз взяла баранину рубленную. Взяла микс говяжий рубленый. Ещё взяла фарш из сельди. Вот. То мы всё съели почти. Кашу эту гречневую с мясом, с говяжьим они хорошо съели. Вот сейчас, короче, таскаю. Чуть вся разболелась. Не могу горло болеть. Всё болит. Насморк такой сильный. Вон, кашу ещё взяла гречневую с тыквой в этот раз. Щенки хорошо ели. Вот как выглядит этот микс говяжий в разрезе. Жилка там и вымя. Всё вподряд. Вот кусок, он на 2 килограмма. Вот я пополам его. И каждой собаке вот по такому куску. У нас ремонт в самом разгаре. Что я делаю, когда болею? Это я делаю ремонт в коридоре. Где Маруся? Не видно Марусю. Не видно. Вообще не видно. Никто не знает, где Маруся. Никто не видит её. Она спряталась, да. Спряталась Маруська. И никто не может её найти, да, Марусь? Никто, скажи, не может найти меня. Никто не найдёт, куда она спряталась. Никто не найдёт. Они не будут тебя искать. Они не понимают, Марусь. Не понимают они, что ты спряталась. Вот это 30 декабря. Ливень у нас проливной. Погода плюс 3. Ливень идёт. Вообще даже не кажется. Кажется, что это какой-то, не знаю, Март. Это какой-то, не знаю, Март С Новым Годом! С Новым Годом! Блин, мой флаг забыли пометь. Да какая разница? Дорогие друзья, я вас всех поздравляю с Новым Годом! Желаю вам всем здоровья, счастья, любви, удачи. Самое главное, мирного неба нам всем над головой. Чтобы у всех все мечты осуществились. Чтобы 2024 год принес нам только радость. Всех с Новым Годом, ребята! Вот у меня все, что нажито непосильным трудом. Я положила в пакеты все свои кубки за много-много лет. Моей работы кропотливой. Я эти полки сняла, кубки положила. Ну, вы знаете, а стены крашу. И собрала новую полку. И решила оставить кубки только самые-самые-самые красивые. И самые памятные. Остальные просто сложу в коробку, уберу. Или там в клубы каким-то отдам. Они выставки все равно проводят. Пускай дарят другим, что-то я говорю. Пылесборники. Розетки тоже я сложила. Это вообще пылесборник номер один. Столько пыли от них. Вот эти вот розетки победителей. Круто, конечно. Что говорить. Все красиво. Но очень много пыли от них. Не знаю, говорю. Если какой-то гостевой второй домик маленький построим. Вдруг через год. Может туда куда-то все это прицеплю. Пока как бы уберу. Вот у меня как получается. Новое место для кубков. Я решила оставить только самые красивые, памятные кубки. Остальное я не знаю. В коробке сложу. Не хочу уже загромождать это все. Кубками. Потому что все равно это никому не надо. Кроме меня. Ребята, сегодня у нас 3 января. И на улице минус 30. Я вот таким образом сегодня кормлю собак. Воду им наливаю. Гуляю. Чуть-чуть с ними. Вот таким образом. Потому что иначе у меня замерзает все. Руки у меня вообще просто. Все отмерзли за 10 минут. Вот так вот мы и ходим. Шапка. Еще капюшон от толстовки. Шарф. Потому что я еще приболела. Вот такие вот дела. Тридцатник стоит. Мы в шоке, честно говоря. А кому у нас все равно на мороз? Так вот этим вот медведям. Это Мартин и Элвис. Им вообще все равно. Они такие медведи. Спят на снегу. Я сегодня всю ночь о них думала. Говорю, как они будут. Как они будут у меня. А им пофигу. Вообще они целый день спят на снегу. Вот представляете. Вот я говорю, как люди возьмут в квартиру. Они текнутся. В квартире. От жары. Вот такие здоровые кобели. Такие классные. Такие классные. Такие классные. Продолжение следует...